Мы находимся в поселке Чистые пруды Нестеровского района. Здесь располагается мемориальный музей Кристионоса Данилайтиса, великого литовского поэта, одного из зачинателей литовского литературного языка. И этот музей существует здесь с 1979 года, когда в преддверии двухсотлетия смерти Данилайтиса он был открыт еще в Советской Калининградской области с участием литовских коллег, тех людей, которые вложили свое время, силы и средства в сохранение памяти о великом литовском поэте, который всю жизнь прожил здесь, на территории Калининградской области. И поэтому это хорошее место для того, чтобы поговорить о том, была ли Восточная Пруссия или Пруссия вообще плавильным котлом разных наций и культур. В прямом смысле слова может быть и нет, потому что такого плавильного котла, как в Соединенных Штатах Америки, например, получилось, где разные люди приезжают с разным национальным, культурным, конфессиональным багажом и в этом плавильном котле превращаются в единую нацию американцев, здесь, может быть, так не произошло. Но, тем не менее, вся история Пруссии – это история постоянного диалога культур, потому что это место было зоной встречи носителей разных культур, иногда в не очень хороших обстоятельствах, когда по этой территории проходили армии, иногда в значительно лучших обстоятельствах, когда эта земля становилась родиной или местом жизни, иногда местом убежища для деятелей разных национальных культур. Вообще, история этой земли начинается в такие времена, когда трудно было судить о том, носители какой культуры здесь проживают. Археологи находят поселение середины третьего тысячелетия до нашей эры, здесь жили древние индоевропейские племена, которые были предками разных индоевропейских народов этого региона, в том числе славян, балтов и германцев. Затем мы знаем о Пруссах, о балтских племенах, которые проживали на этой территории до прихода Тевтонского ордена. И с 13 века, когда появляется орден, здесь начинается история немецкой провинции, изначально орденского государства, зона господства немецкого языка, христианской культуры в ее западной версии, то есть католицизма, который поддерживался, распространялся по этой земле Тевтонским орденом. И, конечно, это первое время, эти первые столетия не были столетиями особенно благоприятными для диалога культур. Надо сказать, что орден, в общем, в основном осуществлял политику ассимиляции местного населения, и те пруссы, которые не были физически уничтожены, впоследствии оказались людьми с стертой национальной памятью, с исчезнувшим языком, в общем, пополнили ряды тех жителей прусского государства, которое возникает здесь в 16 веке на земле, где был ликвидирован Тевтонский орден последним его верховным магистром, герцогом, впоследствии прусским, Альбертом Гогенцолерном. И вот здесь с 16 века начинается другая история. То есть, во время существования ордена трудно судить о каком-то национальном присутствии. Все-таки немецкая культура доминировала, хотя есть самые экзотические примеры того, как здесь появлялись носители других культур, но, скажем, недавнее исследование польского истории как Шиштофа Квитковского показывает, как здесь жило около 200 мусульман военнопленных, преимущественно татар по происхождению из причерноморских по волжских степей. В начале 15 века они еще жили, как такая этническая общность, но уже к середине 15 века были окончательно ассимилированы. И такова судьба, в общем, была у всех, кто жил здесь на территории ордена, который четко поддерживал позицию между своим и чужим. Однако с 16 века, при политике Гогенцоллернов, сначала в герцогстве, потом в Курфюршестве, Бранденбург, в прусском, здесь, в Восточной Пруссии, сначала просто в Пруссии, была осознана область, привлекательная для мигрантов, для людей, которые приезжали из других стран Европы. Конечно, это было связано с реформацией. 500 лет назад, в 1517 году началась реформация в Германии, и первым государством, собственно говоря, протестантским в Европе оказалось как раз прусское герцогство. И герцог Альберт привлекал сюда протестантов из разных стран Европы, в том числе, собственно говоря, польских и литовских. Вокруг этой истории создается Кунисбергский университет, здесь начинается история литовской книги, книги на литовском языке. В 1547 году Мартин Асмажвидас издает как раз катехизис, первое печатное издание на литовском. И параллельно развиваются другие процессы, и по мере того, как помогали естественные факторы, так сказать, естественный отбор, поскольку происходили периодические эпидемии, и, в частности, вот была большая эпидемия чумы в начале 18 века, которая уничтожила чуть ли не половину населения Пруссии. Эти свободные пустующие земли заселялись новыми колонистами, в основном из других стран Европы, в том числе и здесь, вот на востоке нынешней Калининградской области, земли, которые были заселены литовцами, и часто эти литовцы тоже умирали в ходе этих эпидемий, на их места пребывали швейцарцы, французы, немцы из других германских земель, и в результате здесь возникала такая очень интересная, плодотворная, благоприятная для общения, коммуникации, обмена разными практиками среда. Мы знаем хорошо, что нидерландские мастера приезжали в Пруссию и в Кенисберге, в том числе создавали суда верфи, и их технологии легли в основу амелиорации земель на северо-западе Калининградской области, там, где возникли польдерные земли на севере региона. Мы знаем о приезде французов, когенотов, которые в конце 17 века бежали от новой волны преследований, связанных с отменой Нанского Эдикта французским королем Мудовиком XIV. Все эти люди сохраняли во многом свои национальные своеобразия, свои культурные черты, и здесь, находясь в постоянном общении друг с другом, они создавали такую вот очень интересную среду. Я хотел бы сказать, может быть, о двух интересных традициях, поскольку русское присутствие в Восточной Пруссии было недостаточно хорошо маркированным, хотя мы имеем очень интересный опыт общения русских и жителей Пруссии в годы Семилетней войны, когда здесь русские офицеры пребывали долгое время, и в этом контакте тоже рождались новые интересные социальные и культурные практики. Между прочим, по биографии знаменитого философа Ганна Готфеда Гердера известно, что именно русский офицер в Морунгене предложил ему получить высшее образование в Канисбергском университете, и карьера знаменитого немецкого мыслителя начинается благодаря такому вот импульсу, полученному относительно другой культуры. Мы знаем от деревни Староверов на юге Восточной Пруссии, есть немногочисленные истории русских эмигрантов здесь, есть очень интересные контакты в годы Первой мировой войны между жителями Пруссии и их визави по ту сторону границы. Но, наверное, все же полноценную историю русской общины в Восточной Пруссии создать будет очень трудно. Но зато есть другие общины, другие традиции, которые тоже помогают нам обогатить взгляд на прошлое этой земли. Например, еврейская традиция. Евреи, по всей видимости, поселяются здесь с 16 века, хотя недавние исследования показывают, что, возможно, и в Орденский период присутствовали они на этой территории, вопреки распространенным представлениям. Но в ходе распространения этой еврейской общины Кёнигсберг оказывается одним из центров кёнигсбергского еврейского просвещения такого. Это называлось Хаскала в 18 веке. И очень многие еврейские интеллектуалы в 18 веке, а затем уже в 19-20 оказываются здесь в эпицентре событий и свой вклад вносят в диалог культур и знаний, в трансфер знаний и практик на территории Пруссии. Мы хорошо знаем также об интересе Эммануила Канта к еврейско-немецкой философской традиции Мозеса Мендельсона и так далее. С другой стороны, есть литовская традиция. Я упомянул уже Мартина Самашвидаса, но тоже и фигура Данилатиса очень интересна, потому что Данилатис – это наш местный калининградский деятель литовской культуры. Мы имеем представление о его жизни. Он был из семьи вольных крестьян, получил хорошее образование в Кёнигсберге в университете на теологическом факультете. И после этого вернулся на восток нынешней калининградской области с тем, чтобы здесь спокойно работать сначала кантором, потом пастором в церкви прихода Тольмин-Кемин, как раз вот здесь, в поселке Чистой пруды современном. И здесь Данилатис живет несколько десятилетий, служит пастором в церкви, помогает прихожанам и в то же время занимается поэтическим творчеством, создает свой знаменитый шедевр «Времена года», который, к сожалению, не получил известности, даже не был опубликован при жизни, а был открыт уже только в XIX веке, Людвига Саморезой опубликован, прокомментирован и стал, в общем, частью золотого фонда и литовской, и европейской в целом литературы. И вот Данилатис тем знатен, что наряду с такими пасторальными, какими-то идиллическими картинами вот этой сельской размеренной жизни, он тоже обращается к человеческим характерам, к человеческим достоинствам и недостаткам и создает, в общем, эпическое произведение, так по значению, в котором мы открываем мир природы и мир человека, как миры, взаимно переплетающиеся, перекрещивающиеся, проникающие друг в друга. И в этом, кстати, Данилатис – это очень яркая страница и в истории литовской культуры, и в истории, в общем, Калининградской области, потому что в советский период Данилатису было привлечено особое внимание, он представлялся как своего рода жертва германской политики такой культурной, но в то же время было понятно, что даже в этих условиях, стесненных, в которых существовали литовцы в Восточной Пруссии, им удавалось таким образом жить, чтобы вносить свой вклад в развитие литовской и европейской культуры. Это тоже что-то нам говорит о порядках, которые царили в эту эпоху, в этом месте. И вот такой взгляд на прошлое, в котором мы не представляем прошлое Восточной Пруссии, этого региона, как постепенное развертывание немецкого присутствия. Оно, конечно, было, имело свои славные и печальные страницы, но взгляд, который позволил бы увидеть в этой истории, в этом прошлом диалог, взаимодействие разных культур, взаимное обогащение и в таком сугубо утилитарном, технологическом смысле, и в таком возвышенном, собственно, культурном смысле. Если бы мы смотрели таким образом на прошлое этой земли, как на мультикультурное прошлое, на прошлое, где наряду с конфликтами есть и удивительная страница культурного взаимодействия и сотрудничества, то тогда мы бы имели шанс получить и более интересное прошлое и, наверное, более гармоничное будущее. Субтитры создавал DimaTorzok